Не обойти, конечно, вопрос этот фон коронавируса. Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований. Я предупреждал на связи с профсоюзом, что не надо бегать по аптекам за лекарствами какими-то ненужными, не надо скупать эти маски, еще чего-то там. Нет, побежали, скупили. Ну и что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись. Ну, купили и купили, хорошо. Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки. Ну, пусть покупают, если кому-то надо. Ну, если люди перестраховались, начали эти маски и спецодежду одевать, ну и Господь с ними, мы же не возражаем. Только не должно быть вот этих телодвижений ненужных, не должно быть никакой паники. Вот мои такие ощущения, это ощущения, я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то. Ну, у нас в это время всегда ОРВИ, вирусы и прочее бродят вдоль и поперек. Мне так кажется, что, слава Богу, вот пока мы даже не видим того уровня заболеваемости гриппом и другими вирусными болезнями, что было в прошлом, позапрошлом году, если в целом брать. Ну да, есть настороженность по коронавирусу, поскольку непонятный для нас новый вирус, якобы излечиться не можем. Ну, как показывает практика, что мы излечиваемся, если здравоохранение работает на человека. Конечно, дай Бог, чтобы все обошлось, расслабляться не надо. Люди должны понимать, что им хотя бы руки, лицо каждый день надо мыть. И если ты уже чувствуешь, что где-то у тебя какой-то там вирус, ну, посиди дома. Поблагодарить надо китайцам. Они ничего от нас не скрывают, они нам дают всю информацию, они нам советуют, потому что они лучше знают. Они больше всего занимались этой проблемой и успехи у них выше, чем у кого. Они нам здорово помогают своими советами, рекомендацией. Спасибо им большое за это. Ну, и наши врачи оказались на высоте. Спасибо.